Глава тридцать третья И было слово Господнике Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражей. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражений. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнять домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. И очищу их от всякого нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без кота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без кота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих. Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость его, и голос приносящий жертву благодарение в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто без людей и без кота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах Нагорных, в городах Низменных, в городах Южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом Моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. И было слово Господнике Иеремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его. И так же с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне Киеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь. Если завета моего о дне и ночи и устала в небо и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо возвращу плен их и помилую их. Глава тридцать четвертая. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев. Иди и скажи Сидекии царю иудейскому и скажи ему. Так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе. Ты не умрешь от меча. Ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лохиса и Азекии, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того раздумавши стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господнике Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израиле. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал. В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Исидекию царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. «Вот я дам повеление, — говорит Господь, — и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города иудеи сделаю пустынею необитаемою». Глава тридцать пятая Слово, которое было к Иеремии от Господа, водни Иакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в дом риховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом риховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Масеи сына Солумова, стража у входа. И поставил пред сынами дома риховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, «Пейте вино». Но они сказали, «Мы вина не пьем». Потому что Иоаннадав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Иоаннадава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоаннадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих?» говорит Господь. Слова Иоаннадава, сына Рихавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Иоаннадава, сына Рихавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Спал их, а они не отвечали. А дому риховитов сказал Иеремия. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. За то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава, сына Рихавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 222-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга пророка Иеремии, главы с 33 по 35. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Благая весть сегодня касается пророчества о возвращении. Вот как оно выражено в сегодняшнем отрывке. 33 глава, стихи 7 и с 10 по 13. «И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость его, и голос приносящих жертв благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без жителей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада, в городах нагорных, в городах низменных, и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Подобных пророчеств в книге пророка Иеремии довольно много. Например, тридцатая глава, первые три стиха, слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал от самых, и они будут владеть ею. А в этой же главе стихи 10 и 11, «А ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю, я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя». Итак, плен, в который народ Божий должен был попасть, будет возвращен. Господь вернет свой народ из земли пленения и снова поселит на обетованной земле. О чем именно это пророчество, о каком именно возвращении идет речь? Пророк Иеремей уточняет неоднократно. Прочитаем в 3 главе 18 стих. «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим». 16 глава стихи с 13 по 16. «За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо я возвращу их в землю, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелья скал». В 31 главе место, откуда народ Божий вернется, описывается в стихах с 7 по 11. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогую ровную, на которой не споткнуться, ибо я, отец Израилю и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне народы и возвестите острова мандаленными, скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. Итак, помимо пророчеств общего характера о том, что будет возвращение из плена, Господь указывает, что возвращение это будет из земли северной, из страны северной. Что же это за страна? Откуда будет возвращение? Что такое северная земля? Существует мнение, что имеется в виду Советский Союз, и пророк Иеремия предсказывает здесь переселение евреев в Израиль в 20 веке. Давайте дадим возможность самому пророку Иеремии рассказать, что он подразумевает под северной страной. Дабы нам не совершить греха, о котором говорится в 30 главе книги притчи в 6 стихе, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А также того, о чем предостерегает апостол Павел в 1 послании Коринфянам в 4 главе в 6 стихе, говоря, «Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научили от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Итак, что такое северная страна согласно пророку Иеремии? Во-первых, это страна, земля и народ, который завоевал Иудею во время пророка Иеремии. Об этом говорится неоднократно, прочитаем несколько отрывков. 1 глава стихи из 14 по 16 «И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли, «Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». 4 глава стихи Из 5 по 7 Объявите в Иудеи и разгласите в Иерусалиме и говорите и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите «соберитесь и пойдем в укрепленные города». Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов, он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Теперь 6 глава стихи 1, 2, 22, 23. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в фикое трубите трубою и дайте знать огнем в Бевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную». Так говорит Господь, «Вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона». Итак, Господь говорит, «За идолопоклонство, за беззаконие, за воскурение Фимиама чужеземным богам, что явно не может относиться к духовному состоянию иудеев в двадцатом веке, Господь пошлет народы с севера, и иудеи и Иерусалим будут завоеваны и взяты в плен». Какой же народ завоевал иудею во времена Иеремии? Явно не Советский Союз. Речь идет о Вавилоне. Именно в результате вавилонского завоевания народ Божий оказался в вавилонском плену. В принципе, если смотреть на карту, то Вавилон находится по отношению к Иудеи на северо-востоке. Однако полчища вавилонян приходили в землю Израилеву всегда с севера. Дело в том, что дорога из Вавилона в Иудею идет полумесяцем, так называемым плодородным полумесяцем, и войска идут всегда с севера. Итак, пророк Иеремия говорит о том, что Господь вернет народ Свой из страны пленения, из страны северной. Это та страна, которая завоевала Иерусалим во времена пророка Иеремии. Это Вавилон. Помимо сказанного, в книге пророка Иеремии мы находим и прямое ясное указание этой страны. Посмотрим несколько отрывков из 46-й и 50-й глав книги пророка Иеремии. В 46-й главе в начале первые шесть стихов. Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского, которое было при реке Ефрате в Кархимисе и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение, седлайте коней и садитесь в садники и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Почему же вижу я они оробели и обратились назад, и сильные их поражены и бегут не оглядываясь? Отовсюду ужас, говорит Господь, не убежит быстроногий и не спасется сильный, на севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. А десятый стих этой же главы об этом говорит так, ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать и насытиться и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. Итак, нет абсолютно никакой неясности, что имеет в виду пророк Иемия, говоря о севере. Земля северная это государство на реке Ефрате, прямо называется Вавилон, прямо называется Навуходоносор вавилонский царь. А теперь прочитаем в 50 главе стихи 17 по 20. Израиль рассеянное стадо, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я посещу царя Вавилонского и землю его и возвращу Израиля напажить его и будет он пастись на Кормиле и в Ассане и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. Итак, благая весть сегодня заключается в том, что Господь предсказал возвращение иудеев из Вавилонского плена и исполнил это пророчество. Пророчества Иеремии сбылись это доказательство истинности Библии ей можно доверять это также свидетельство о Божьей верности Бог верен своим словам и это благая весть. Продолжение следует...